Флешка у вас там все есть, да? Да, да. Так, запись по праву. Ой, Анатолий, у меня там что-то нажалось, по-моему, на послушание. А, сейчас. Так. А, скажи что-нибудь. Раз, раз, раз. Нет, ну, четвертый. Ну, давай, у меня сегодня проверили. 19-го года. Я облокотила, слушай, он по мне будет нажиматься? Да, дальше, когда сделаем. Я все-таки сплю, кверху, и все, да? Давай, еще. А название студии, или как вот, служения, или школы? Название, вот, Алена Полытья, значит, а вот... Империя сильнейших ведьм. Империя сильнейших ведьм. Вау. Вау. Так что сегодня я в империи сильнейших ведьм. Да. Так что это очень, это, скажу так, если бы в средние века это была бы встреча, то я бы закончил на костре уже сегодня, однозначно. Так что, да, да. Но, слава богу, что мы живем не в средние века, а живем в нашем... Да, все хватает разума, да? В 21-м век уже все-таки на дворе. Так что и уже костром не пахнет здесь, но, хотя костер физически, может, сейчас не зажигают, конечно, но в чьих-то умах и сердцах костры горят еще. Вы знаете, костюм даже физически разжигают. Вот у Алены была история, да, совсем недавно, подпалили бутылки рабочие на месте строительства Аленыного храма. Да, что? Даже такое сейчас, в 21-м век на дворе. И, тем не менее, костры инквизиции продолжают гореть. Да, это получается, кстати, такой пример очень интересный. А где сам храм строится или строится уже? Храм строится в деревне Зайцево, это Московская область. Московская область. Это какой, юг, там, север, что это? Это на юге, да? Да, 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 юг. Надо познакомиться тоже. Интересно бы даже вот, не знаю, мое желание познакомиться поближе вообще. И, может быть, даже вот хоть пятница, хоть понедельник, вот просто даже вместе приехать бы, посмотреть на месте. Вот даже вот можно с камерой, допустим, так вот съемку сделать короткую, там, хотя бы, 15-минутную, там, вот на месте, на том. Вот даже эту историю расскажи, допустим, вот эту историю вкратце, что даже был такой инцидент, даже вот, можете посмотреть, вот здесь вот это все происходило. Но, на самом деле, просто строительство находится не так близко отсюда, около 200 км. Ага. Это, получается, уже где-то конец Московской области. Ну, где-то так, да. У нас будет ролик на эту тему, если хотите, можно будет его, ваш сюжет тоже вставить. Да, 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 давайте. Как подтверждение, да? Ну, мне интересно побывать бы там все-таки, съездить как-то. Давайте, вот, может, как-то, ну, не знаю, я пока здесь, вот в Туле. А если это на юг, это как раз в мою сторону. Ну, кстати, да, я участвую. Тула как раз на юг. Можете проезжать. Это какой район-то это? Зарайский район. Зарайский. Ну, чуть-чуть в стороночку, чуть-чуть. Это между Тулой и Лязами, как раз туда вот где-то получается. Ну, в принципе, это от меня недалеко. 50 километров от Коломны. От Коломны. А-а, все-все-все-все-все. В Коломне я бывал много раз, это красно-рязанское направление. Да-да-да. Так что. Так что, вообще, вот как-то, вот, собрались бы вместе, поехали бы. Я поняла бы, вы, если с Акида, скольки будете здесь? Я больно казак, как говорится, пожалуйста, я в ваше распоряжение, все эти дни я здесь. Все эти дни до какого? До понедельника, до вторника, я могу задержаться, в принципе, до 5 августа я уже свободный, абсолютно свободный. То есть я в любой день в вашем распоряжении. Ну, правда, выходные я занят буду, потому что я здесь в Москве в церкви, в гостях буду в субботу в одной церкви, в воскресенье буду в другой, в протестантской церкви буду в гостях. Вот, а так, пожалуйста, в вашем распоряжении. Ну, мы подумаем, как вы думаете. И даже можно пару слов прямо там на месте сказать, как бы там, допустим, интересно. Вот эта ситуация. Да, да, интересно очень даже. Да и как-то тоже, как бы там тоже, на том месте, интересно. А храм как будет называться вообще? Название какое-то или вот? Ну, пока храм Силы. Храм Силы, ну, по-моему, храм Единой Веры. Вот как раз, да, вот о чем название. Это как раз уже пишется. Вера одна на всех. Вот мне такую книжечку подарили. Алена Полынь, Мария, помощница. Вот подарила мне вот как раз вот эту книжечку. И здесь под названием написано. Впервые о настоящей вере без цензуры. Это здорово. Мне это нравится. Так что здесь, я немного лишь полистал, конечно, чуть-чуть совсем, но здесь вот как раз вот это очень важная идея, что вот вера и религия рассматриваются на самом деле. Да, мы как раз сегодня поговорим тоже о тему с вами. Будет интересно услышать ваше мнение. Да. Есть ли в этом разница. Ну что, можем начинать, да? Я готов. Камера, мотор, начали. Приветствую вас, дорогие зрители. С вами Любовь Головченко. И сегодня у нас состоится очень интересная беседа на тему религии и магии. Встречайте. У нас в гостях архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя Сергей Журавлёв. Сергей, добрый день. Добрый день. Первый вопрос, конечно же, который хочется задать. Скажите, чем Ваша церковь и Ваше учение отличаются от традиционной православной церкви? Много чем, но я сам выходец с традиционализма, будем говорить. Я был священнослужителем традиционной православной церкви, не реформаторской, не обновленческой, самой, что именно, обыкновенной православной русской церкви Московского Патриархата. С 1987 года начал самый трудовой стаж как священнослужителя. И до 1996 года я был традиционалистом, простым сельским священником. Служил немного и в Московской области, но больше в Рязанской и Брянской областях. А как реформатор с 1996 года иду этим путем, потому что верю, что церкви необходима реформация, обновление, постоянное обновление. И отличие, наверное, самое бросающееся в глаза, отличие, то, что служение на понятном языке, проповедь, открытость ко всем людям, независимо от их религиозной принадлежности, конфессии, динаминации. И я считаю, что за этим будущее вообще. Если мы, как православные христиане, если мы не хотим вырождаться, если мы не хотим стать каким-то религиозным генто или же сектой какой-то закрытой в своих интересах, знаете ли, то будущее все-таки за открытостью такой. И реформация – это, по сути, опять-таки, восстановление изначально данного нам, будем так сказать, возвращение корням, к истокам, к основанию. И, в общем-то, как говорили отцы церкви, еще ранней церкви, еще третьего столетия, Экклезия Сембр Реформанда. Церковь непрестанно реформируется. Это Киприан Карфагенский, архиепископ Карфагена и лидер всей Северной Африки того времени, третий век нашей эры. И многие отцы церкви после него повторяли эти же слова. И, знаете, вот с 96-го года я тоже горю этими словами и этим ведением. В наших церквях мы молимся только лишь к Богу, мы не пользуемся, допустим, посредничеством разных святых, мы молимся непосредственно прямо к Богу. Я убежден, что за этим тоже будущее, потому что человек, он не должен видеть какие-то препятствия такие между собой и Создателем. Человек любой, он имеет полное моральное законное право лично обратиться к Богу, к своему доброму Отцу, благому Отцу. И Бог есть любовь. Я именно вижу в этом как раз решение многих проблем, существующих у нас в православии. Также почитание, допустим, мощей, останков человеческих, пепел, прах, кости. Я этого сторонюсь. Я раньше почитал, потом отказался от этого по идейным соображениям. И вот с тех пор несу такое служение реформаторское. Но, кстати, довольно интересно, что именно, наверное, самое все-таки главное, видимое отличие такое, это то, что вот открытость, как я сказал уже выше, что открытость к экуменизме, есть такое понятие, а экумена, то есть обитаемая вселенная, цивилизованная вселенная. То есть если мы люди, как говорится, гомо-сапиенс, люди разумные, мы должны на самом деле разумно подходить друг к другу и видеть друг в друге не врагов, а братьев, в конце концов, сестер, потому что мы все, ну, хотим мы то или не хотим, мы одна семья. Хорошо. Вот скажите, а как к этому вашему учению относится русская православная церковь? Официально плохо. Хотя среди простых священников, значит, и некоторых епископов даже, я имею поддержку. Но это на личном уровне, знаете ли. А официально, ну, скажу так, мое мнение считается еретическим. Почему? Потому что еще с семинарской скамьи пробывают мозги к будущим священникам, знаете, такой ересью, что якобы истина только лишь у нас. Якобы лишь у нас благодать вся и спасение, и жизнь, и все-все-все, Бог. Мы как бы его за бороду схватили, так грубо выражаясь. Как бы мы истину монополизировали, приватизировали, и все. И уже нигде за периметром нашей конфессии, динаминации не может быть ничего. И вот знаете, вот это вот сектантское мышление, оно, я сам жил этим какое-то время. Я сам жил этим и даже верил в это. Но в 96-м году я в этом разочаровался, знаете. Я и разочаровался настолько, что я не смог больше оставаться даже в той системе, в которой я священствовал, в которой я служил, в которой я жил. И в ней, в которой я не мог себе представить вообще жизни. А почему вы разочаровались? Разочаровался, знаете, несколько причин есть. Их несколько. Наверное, самая первая, я вам скажу кое-что. Самая первая причина, наверное, в том, что до того, как я стал православным, я пережил встречу с Богом в своей жизни. Начнем с этого. Это, наверное, самая первая причина, почему я считаю разочарование, оно должно было произойти рано или поздно в моей жизни. Но лучше все-таки, да, пораньше оно подошло. Потому что до того, как я стал православным религиозным человеком, как говорится, гому-религарный, да, человек религиозный, я вырос в советской семье, атеистической семье. У нас ни о какой религии не шла речь, абсолютно. Хотя по матери моей, по Маби, да, я татарин по матери. И по моей матери у меня большая мусульманская семья. Но, опять-таки, все наше мусульманство, допустим, моей семьи, по материнской линии, оно было чисто формальным. Не религиозным абсолютно. По отцовской моей линии, опять-таки, да, я еврей по отцу своему, а татарин по матери. И мне мама спрашивала однажды, а почему ты не пошел ни в мечеть, ни в синагогу, а почему пошел в храм православный? Я говорю, мама, ну у нас, в общем-то, и ничего не было альтернативного тогда, где мы жили, ни в мечети не было, ни в синагогу. И не было все, что с религией связано. У нас был только лишь храм православный. Поэтому мой путь был заказан. Ну, конечно, не только поэтому. Это были еще и размышления определенные мои на эту тему религиозную. Сравнительные богословия тоже изучал. Разные религии остановился все-таки как раз на православии я. И, знаете, ну до того, как я стал человеком православным, я пережил встречу, незабываемую встречу с Богом. В неполных 13 лет пережив смерть, я умер тогда от пневмонии, я заболел. Двусторонняя пневмония, оба легких отекли, и врачи не смогли спасти. Уже было поздно. Вот наступила моя смерть. Констатировали физическую смерть моего физического тела. Но я раньше, кроме физического тела, я не предполагал, что еще может быть какая-то жизнь. Ну, помимо этого всего. То есть я абсолютно ноль был в этом отношении. Никакой религиозной теории, ни мусульманской, ни мудейской, ни христианской. Абсолютно. И, знаете ли, у меня началось все с практики. Не с теории, а именно с практики. И вот я не понаслышке знаю, что такое выйти из тела, быть в другом мире, совершенно другом мире, более реальном мире, нежели этот мир реальный. Он красивый, хороший, красивый мир. Но это лишь хижина наша. Но есть вечная жизнь. И с этим я соприкоснулся реально в 13 лет. Затем я вернулся в тело воскрешения. Я знаю, что такое воскресение не понаслышке. Опять-таки заходить в свое же тело, вернуться. Я пережил исцеление тогда. Воскрешение, исцеление. И с этим я не мог жить обычной прежней жизнью, которой жил до того. И я по уши, как говорится, влюбился в Бога. Да, и знаете ли, жить снова в этом мире, это как будто бы ты спишь, и ты знаешь, что это сон, но не можешь проснуться. Довольно чудно. Сейчас, за этих 40 лет я, конечно, уже так уже пообвыкся. Уже даже мне нравится жить здесь. Да, но все равно, вот эта вот нотка, она как камертон у музыкантов. У нас, у художников, я художник по своей специальности доцерковный, у художников тоже есть камертон, понятие камертона. Но обычно мы у музыкантов сразу вспоминаем с этим словом. Но камертон определенно на всю жизнь есть. У каждого из нас какой-то свой камертон. Вот, и вот мой камертон жизни, именно вот та встреча, незабываемая встреча, которая была в неполных 13 лет. И вот из того момента моя жизнь, она была другая совершенно. То есть я не мог себе, ну скажу так, представить жизни без моего возлюбленного, без Бога, без веры. И, конечно, затем я художник. Я учился в школе художественной, в училище художественном, потом заканчивал учитель в Ищербовском художественном. И я художник по своей специальности. Художник-оформитель. И цвет, краски, да, это мой мир. В котором я жил, портрет, пейзаж, натюрморт, это все, чем я жил. Рассчитывая, как бы, и веря в то время, что я могу через это тоже служить Сознателю, служить Богу. Даже через рассматривание творений, будем говорить. И вот в 87-м году моя жизнь резко изменилась. В 87-й год тогда как раз молодым художником я не просто стал ходить в храм, а стал служить в храме, стал читать, петь в церкви православной, в одной из церквей. Не в городской даже церкви, не в Орле, а в селе. Мне очень понравился священник в этом храме. Он был старенький, правда уже, больной человек, старенький. Но он был именно человеком не религии, он был человеком веры. Понимаете ли, вот другие священники, с которыми я тогда пытался знакомиться, общаться, вот в 85-й, 86-й год, я ходил в некоторые храмы, в городские храмы, но там священники, они были людьми религии, традиции. И меня это не трогало. Меня это наоборот даже отталкивало, честно говоря. Как человека веры, потому что я до того, как в религию внедрялся, как бы я пережил веру. А здесь меня религия пугала всегда, потому что человек, он как бы, ну скажу, как с другой планеты просто. Он совершенно другой, совершенно иной человек религиозный. И знаете, а вот в том пожилом священнике, отец Иоанн Критович Сталинки, священник, метрофорный протерей, известный очень там, когда священник, в то время священник к нему, многие приезжали, вот так, чтобы пообщаться, помолиться. Вот, и он такой, очень такой душевный, такой добрый человек. Ну, излучал просто добро, знаете, вот. И, да, и вот такой светлый человек именно. Вот, я к нему прилепился, тогда молодым человеком, я прилепился к нему, скажу, всем сердцем. Вот, и встречал его, провожал его, везде носил за ним чемоданы, сумки, чтобы иметь возможность что-то услышать от него, вот, как бы вопрос какой-то задать. Вот, и в том храме стал служить я, читать, петь на клеросе, потом хором руководил. В начале 88-го года этот священник предложил мне уже на полное время уже работать, уже не просто раз или два в неделю, а каждый день, чтобы уже в храме у них трудиться. И вот я начал трудиться, там, работать в этом храме. Он дал мне путевку в религиозную жизнь уже определенную. Я с того времени уже стал священнослужителем, чтецом, потом дьяком, потом священником. В 91-м году стал священником в Рязани уже, в Рязанской области трудился, вот, и в Брянской области. И вот, знаете, вот вы сказали, почему-то я вышел, да, из системы религиозной. Я так, вот сегодня мне так кажется, что с позиции уже некоторых этих лет, прожитых, прожитых, мне кажется так, что если бы я, до того, как я стал человеком религиозным, если бы я не пережил веру, если бы не пережил Бога в своей жизни, то, наверное, я бы так и остался бы в этой системе. Если бы я пришел бы в церковь зарабатывать деньги бы, или же устраивать свою материальную временную жизнь, то тогда бы это было бы уютное гнездышко. Я бы там до сих пор без службы. Но, понимаете ли, мотив мой был совсем другой. И я не мог удовлетвориться всем тем, что происходило. Я пытался жить в этой системе религиозной, в какой-то время пытался, даже, ну, как бы, я считал довольно успешно, трудился в этом. Но, понимаете ли, было разочарование в этой системе. С Создателем, с Богом мне хочется лично общаться. Неформально. Без посредников. Без посредников. Обряды, традиции, они красивы по-своему, конечно. Но, знаете ли, как вот здесь, в Москве, отец Александр Борисов такой священник. Мы с ним общались в одно время очень много. И отец Георгий был еще такой, Чистяков, покойный уже. Вот, очень хороший был священник, отец Георгий. Мы с ним общались чаще тогда. И вот как раз на этих общениях, ну, в 94-95-м годах я приезжал сюда, в Москву, как раз, будучи священником там у себя, на приходе в север. Я приезжал в Москву иногда время от времени и вот имел такое общение. И вот отец Георгий этот и Александр, они говорили обычно так, что вера, это, говорит, вот сама суть, центр. А вот религия, это как форма внешняя. И форма порой лишенная содержания. Это, знаете, как вот мавзолей, скрылупа какая-то, оболочка. Она неизбежна, конечно, какая-то оболочка, какая-то форма, неизбежна. Но все время есть конфликт в этом мире. Сколько существует человек, наверное, столько этот конфликт и продолжается. Между формой и содержанием. Форма и содержание. И вот как художнику, как священнослужителю, мне всегда хочется видеть и осознавать суть саму, само содержание. Форма может меняться. Да, а вот суть одна и та же. Я заметил, в последнее время общаясь с очень разными людьми, что порою мы просто, наверное, разные термины используем. Или даже одни и те же. Об одном и том же, на самом деле. Но вот вы нашли эту суть, реформаторская церковь, насколько я понимаю. Да, я вижу на сегодняшний день, я вижу именно действительно и свое призвание в этом, чтобы помочь людям, в чем реформация смысл, помочь людям религиозным обрести веру. От традиционализма к живой вере, к живому Богу, к живой жизни, будем договориться, можно выразиться так вот. Ну вот мы с вами начали говорить по поводу истины. Мы знаем о том, что в этом мире существует множество религий, и каждый утверждает, что она истинна. При этом, да, религия между собой конфликтует. Вот как вы считаете, как так получается, что в мире много истин, ведь истина жадна? Да. Вот я извиняюсь, как раз мне подарили книгу, здесь вот Алена Полынь, да, вера, одна на всех. Да. Я так немного чуть полистал. Здесь, значит, интересно, у нее очень так вот рассуждение такое. Мы с вами, пишет она, знаем, что сейчас на Земле вы только задумайтесь. Более пяти тысяч религий. Из них, конечно, мы знакомы далеко не со всеми. Но там примеры интересные такие тоже, как раз вот, с множеством религий. Да. Такие и такие религии. Я не подсчитывал, сколько религий, но даже пять тысяч представить, это огромное количество просто религий, да. Вот, но вера, она на самом деле одна. Я абсолютно в этом убежден. Вот, и, знаете ли, даже скажу, что человеку верующему и человеку религиозному, ну, не по пути. Это как вот, не знаю, два разных мира. Но будущее все-таки за верой, не за религией. Потому что человек религиозный, он должен рано или поздно это осознать, что религия это лишь временное явление как таковое для этой временной жизни. Это форма, которая, она рано или поздно исчезнет. Ну, а вера вечна. Вера вечна. Во имя религии проливается и проливалось море слез и крови. А во имя веры воскресение и жизнь. Во имя веры оживают души. Во имя веры всегда любовь и вера действующая, всегда действует любовью. Вера, написано в Библии, интересно, вера действующая любовью. Вот. А в чем же тогда разница между религией и верой? Вера это, опять-таки, если не повторять то, что уже было сказано, вера это жизнь. Это я и Бог. Бог и я. Вера это то, что внутри человека. Это неизменяемое, это вечность во временном. Великая в малом. Вечная во временном. А религия это обряды, традиции, культура, которые меняются, которые виды изменяются. Религия, она часто занимается плагиатом друг друга, религиозные системы постоянно что-то берут. Религии разливаются или деградируют. Они приходят к какому-то совершенству или же, наоборот, разрушаются. Религии соединяются, допустим, в истории мировых религий масса примеров, когда религиозные системы и учения разные соединялись в одну религию, допустим. Или, наоборот, разъединяются религии. А вера, она всегда единая. Она всегда за единство. Потому что люди, допустим, к примеру, православные католики много столетий воевали между собой. Проливали кровь. Но и в православном мире, и в католическом мире, исторически, были такие люди, как, допустим, у нас в православии, допустим, Сергий Радонежский. Значит, у католиков наших, братьев там западных, был Франциск Азийский, допустим, в Азизе. Вот, и если взять Франциска и Сергия, и, допустим, их поместить вместе, воевали ли они вместе, друг с другом, нет, ни в коем разе. Потому что и у того, и у другого послание любовь была. Вот, а люди религиозные, пожалуйста, в этих же системах, они готовы проливать кровь во имя религии. Это не во имя веры, это во имя религии. То есть, религия это не истина? Не истина, да, да, совершенно верно. Вера, для меня это истина. А вот религия, это очень относительно. И, честно говоря, я часто побаиваюсь религии. Потому что религия, она, если, знаете, как вот, скажу, в малых порциях, она безопасна. Религия, она даже красива, прекрасна по-своему. Я с удовольствием бываю и в мечетях мусульманских, и в синагогах древних, там, допустим, да, значит, вот в Израиле был. В древних синагогах, очень, в Цфате, допустим, прекрасно просто зрелище. В буддийских храмах. То есть, религия в миру, она бывает даже очень красива даже и прекрасна, возвышена. А в любой религиозной системе есть свои какие-то, ну, плюсы, на самом деле. Но дело в пропорциях. Если чуть-чуть переборщишь, знаете ли, вот борщ готовишь, допустим, да, немного побольше соли, и все насмаркнется. Все блюдо испортишь. Вот то же самое, с религией нужно очень осторожно. Нужно вот только пол ложечки. Если пол ложки, все, ты можешь загубить это блюдо, все. То же самое здесь. А с верой этого не бывает. Веры, знаете, вот кашу маслом не испортишь. Вот верой жизнь не испорчишь. Чем больше, тем лучше вообще. Здесь можешь сыпать за милую душу. Вот, значит, и ты никогда не прогадаешь. Вот, значит, а с религией нужно очень осторожно. Поэтому с религией всегда, я когда соприкасаюсь, я понимаю, что, как православный человек, я понимаю прекрасно, что религия, даже православная религия, допустим, она возвышена, хороша. Но, опять-таки, в малых дозах. Чуть переборщишь, все. Хорошо. Есть невозможно. Вот такой вопрос. Если человек ведет праведную с точки зрения религии, с точки зрения православия жизнь, но при этом он не религиозен, как к нему будет относиться церковь и Бог? А, то есть он с точки зрения православия, допустим, да, он ведет праведный образ жизни, да, вот, то, что все учения, заповеди, все это он соблюдает, мораль, все это человеку не чуждо, но он не религиозен. Церковь будет с ним осуждать, знаете, честно говоря, есть разные варианты, конечно, ответов. Я с разными священниками общаюсь, епископами, но большей частью священники будут осуждать такого человека все равно, осудят рано или поздно. Вот, знаете ли, или прямо, или косвенно, но будут его осуждать. А вот за что? Ну, религия, она всегда такая, что если ты не в этой системе, как бы, ты не в нашем ограде, в нашей ограде, как бы, да, ты не часть нашей структуры, то все, сразу к чужакам отношение такое, что ты, как бы, все равно, ты, как бы, ломать обломленный уже, как бы, вот, знаете ли, хотя Иисуса тоже однажды спросили, там, в Евангелиях пишется, что мы, ученики подошли к Иисусу Христу и говорят, что мы там знаем человека, который там именем, двоим там что-то там делал, и мы запретили ему. Иисус говорит, не запрещайте никогда. Не запрещайте. То есть, нельзя делать так, что только лишь у нас вот спасение и все. А как носится Бог, слава Богу за Бога, как говорится. А если бы не Бог, то не дай Бог. Как выражение такое есть. И, конечно же, я убежден на все сто, что Бог не осудит. Бог, действительно, Богу во всяком народе, во всяком, там, не знаю, объединении каком-то религиозном, или нерелигиозном, вот, такой человек будет уголен ему и близок, и понятен. Бог не осудит, осудит человека. Человек осудит, да. Как правило, особенно, чем больше он религиозный, тем больше осуждает, кстати, я заметил. Хорошо. Знаете ли вы значение слова «вера», то есть «ведать ра», где «ра» — это слог, обозначающий свет и его движение, то есть, исходя от Солнца, свет отражается от планет, попадает в человека, и человек таким образом становится разумным. В этой связи говорят такие слова, как «вера» и «разум». Вы согласны с этим утверждением? Очень интересное утверждение. Не могу сказать, что согласен, но мне очень интересно такое утверждение. Очень интересно. Я, честно говоря, раньше не думал вот в этом направлении. Просто казалось мне, игра слов такая вот «вера» и «ра». Да, «вера» — «ра». Интересно очень даже. «Ведать» — «ра». Но вообще в любом языке есть какие-то тайны определенные. И в славянских языках есть свои тайны. Я согласен, совершенно верно. Тем более, многие очень слова на планете нашей, они разных народов. Я не лингвист, но когда с этим все прикасаюсь, я восхищаюсь каждый раз, что у нас есть общий корень, на самом деле. Во всех языковых системах, во всех языковых структурах. Об этом говорил великий ученый русский, потом уже советский, потом русский, ученый Сергей Сергеевич Аверинцев. В Москве жил, кстати. Очень хороший был человек. Я приезжал, имел честь общаться тогда с ним. В начале 90-х был еще жив. Он застал его. Сергей Сергеевич Аверинцев, он был лингвистом, академиком, значит, все на Академии наук СССР, потом России. И Сергей Сергеевич как раз вот эту тему говорил. Об общем корне, изучая разные языки, древние, новые, что по сути лингвистика, почему она в советское время не была такой популярной наукой, потому что она просто-напросто, ну скажу так, хоронила всю теорию мартизма, ленинизма и атеизма, потому что доказывала общность нашей всей системы и что на самом деле, что мы, ну по сути, один народ, знаете ли, довольно интересно. Я изучаю языки, ну богословские, допустим, чтобы Библию даже понять, проще бы у меня было Ветхий, Новый Завет, древнееврейский, древнегреческий язык. И тоже восхищаюсь каждый раз вот. Но есть в Библии определение веры как уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. И это определение, оно очень красиво возвышено. Это то, что чем-то движет, что движет людьми. Ну там, как в советское время, допустим, нам рассказывали вот подвиг Морисимы, да, значит, там, который оказался там, значит, там, совершенно там, ну, он должен был умереть, а он через «не могу», через «не хочу», там, полз и, значит, и дополз таки. Вот, значит, и там другие какие-то там персонажи, истории или современности, допустим, которые верят, и они потом, ну, как мальчишка, допустим, там, бредит, допустим, еще, казалось бы, играя там корабликами, да, потом приходит Рим, он сам уже капитан, и сам уже на настоящем корабле. Вера, она, на самом деле, человека толкает, ну, просто в неизведанное. Голумб веры поплыл через океан, там, значит, думает, что найдет путь в Индию, все говорили, невозможно. А вера, она всегда через это невозможное перешагивает, как бы, и невозможное делает возможным. Нереальное – реально. Вера, вот, сегодня у нас два счета, 20-го числа как раз, вот, исполнилось ровно 50 лет, как человек вступил на Луну. Армстер, он как раз писал, интересно, я перечитывал как раз его воспоминания, 20-го числа как раз, вот, и там на Луне уже, значит, человек впервые вступил, он сказал за Дмитрию фразу, что это маленький шаг для человека, но великий скачок, как бы, шажок для человечества, всего человечества, да. Вот, и, знаете ли, это вера, и он, Армстер, он писал, что еще пацаном еще бредил и грезил мечтами, там, вот, насчет, как говорится, полетов этих, вот, и, но тогда ему еще пацану еще говорили люди взрослые, а, это, короче, ладно, это все, это просто больные фантазии. Вот, но пришло время, он уже взрослым человеком, он таки осуществил это ожидаемое, во что он верил еще пацаном еще. Так что это... Вот, а как вы считаете, у веры, то есть ведания Ра и у религии есть какая-то взаимосвязь? Я думаю, есть, и она, она есть именно историческая взаимосвязь, и она неизбежная связь. Просто в этом взаимоотношении, именно у веры и религии, знаете, как вот, вот соль, возьмите соль, да, обычная поваренная соль, формула какая ее химическая, да, натрий-хлор, вот, возьмите отдельно натрий, это убьет. Хлор, это то, чтобы убийственно, но в сочетании таком интересном, да, это добрая вещь, как Иисус говорил, и это помогает человеку, да и без соль себе жизнь невозможно представить, знаете ли. Вот, и вот то же самое, вера и религия, на мой взгляд, нужно найти правильно для человека любого, найти правильные пропорции, правильные взаимоотношения, то есть все должно быть на месте. Но если пропорция-то нарушена, связь, это убийственно для человека, вот, и... И во имя тогда религии и, как он думает, веры, человек, вот, 11 сентября вспоминаем, да, люди во имя Бога убивали, там, тысячи людей невинных, самолеты взрывали, всегда взрывали. Я по Аль-Джазире смотрел, значит, программу, ее потом много раз повторяли просто. Интервью с одной мамой, палестинская женщина, уже пожилая женщина, и у нее, по-моему, пятеро или семеро даже сыновей, могу сейчас ошибиться, но она есть на Ютубе как раз уже, даже с русской транскрипцией сделали, сделали титрами. Значит, там, у этой женщины брали интервью, по-моему, или пятеро, или семь сыновей. И она вырастила, и она их вырастила смертниками, самоубийцами во имя религии. Каждый из них взорвал себя, один взорвал себя где-то на дискотеке со школьниками, другой там в автобусе где-то с туристами. То есть, короче, неповинными людьми, каждый из них взорвал себя с неповинными людьми и погиб. И вот этот ведущий Аль-Джазира программы Арамской, он берет интервью, эти женщины, и кто спрашивает в конце, а вы вот сами, как вот вы, ну, счастливы ли вы, вы же потеряли всех своих детей. И она говорит, она в улыбке такой говорит, я очень счастлив, мои сейчас дети, они на небесах, они наслаждаются, у каждого там куча девственниц, значит, они там наслаждаются. Хотя в конце, потом уже, когда камера уже, программа уже завершена, ну, там видно еще, как бы, как все расходятся, и женщина, она немного, как бы, раз так, ну, как бы, склонилась, все-таки что-то у нее там, видимо, да, или показалось так, может, я не знаю, но вроде она, как бы, что-то... Капля здравого смысла. Осталось человеческое в ней что-то, да, на самом деле. Но даже если это и не так, все равно я думаю, что один на один с собой и с Богом, она все-таки, думаю, в ней что-то осталось обязательно. В любом религиозном человеке есть что-то человеческое, обязательно. Вот это святое такое, знаете ли. Но, опять-таки, из-за чего такие вещи происходят? Когда неправильные пропорции веры и религии. Задача любых религиозных лидеров, будь то в православии, будь то в исламе, будь то в любой системе, давать правильные пропорции. Вот Александр Мень, молодец был, вообще, это вот, я скажу, в наше время, это, скажу, как вот, ну, луч света в темном царстве для православия, это было просто послание свыше. Почему? Потому что ему удалось именно дать правильные пропорции. Вот он оставался в... он религарх, да? Но он человеком веры был. И, вот, знаете ли, как вот, ну, если так грубо сказать, это как вот... Знаете, я в школах некоторых, извиняюсь, в библейских школах некоторых рисовал такой... у меня даже слайд-шоу есть на эту тему, кстати. Интересно очень. Рисовал такую схему. Вот айсберг. Вот есть такая вершина, да? Но основная масса, она под темной водой. И вот, вот это правильная пропорция. Вот это на виду, это, как вот, можно сказать, религия. Это религиозная система, религиозная структура. Это то, что на виду, перед людьми. Но вера, она, как правило, она не на людях. Она один на один. Она один на один с собой, один на один с Богом, один на один, ну, совестью своей. Вообще, вот, это то, что внутри человека. И это вот сама махина. Но если... Это правильная пропорция айсберга. Но если перевернуть вот это вот то, что внизу, вера, да? А это все религия. Вот это человек религиозный. Это человек веры, а это человек религиозный. И человек религиозный, это катастрофа. Это титаник. Это трагедия каждый раз. А человек веры, это как раз вот именно победа. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, в Туре и Библии есть выражение «Не оставь ворожеев живых». То есть это прямой призыв к убийству. Также мы знаем о средневековой инквизиции. Также мы знаем о том, как насильственно и ужасно была привита вера на Руси. Религия постоянно сопровождается убийствами, постоянной ненавистью, враждой, казнями и пытками. Вот скажите, как это вообще может казаться с духовностью и добротой, которую проболедует эта религия и с которой многие ее ассоциируют? Кстати, вот в это воскресенье, уже 28 число, день крещения Руси, память князя Владимира. Вот в календаре реформатовской православной церкви у нас нет этого имени. Потому что он стал палачом своего же народа. И я считаю, недостойно для церкви чтить память убийцы. И я за пересмотр переписывания истории. Обычно это пугающе звучит, честно говоря, для многих. Когда вопросы я поднимаю, допустим, что необходимо переписать историю, многие говорят, как же так, это нельзя трогать, это как чуть-чуть святыня. Я говорю, не, не, господа, слушайте, это как раз необходимо сделать. Если мы не перепишем историю, история перепишет нас просто-напросто. Мы должны это сделать обязательно. Но, как правило, переписывается история всегда в угоду сильным века сего. В угоду мамоне, богатым политикам. Но нам, людям веры, необходимо переписать историю глазами истины. Глазами как бы всемогущего Бога. То есть дать ответ на вот даже вот эти вопросы. Они, скажу честно говоря, для человека религиозного, они очень неуютные. И я имел, кстати, в Киеве общение с одной женщиной, которая тоже в таком сообществе, может, не ведьма, а вот как назвать это, не знаю как. Ну, рун-вир, по-моему, называется она. Ритм украинской вира, национально-народной вира. То есть это перун, там, вот эти вот языческие боги, да, вот эти вот старые древние эти культы. И вот я встретил, в метро просто ехали, и с женщиной завязался разговор. Она оказалась, по-моему, Забычем, да, она учительница, она, значит, Забыч в школе, в средней школе, обычной школе. И она же является как бы, ну, как служителем культа, что ли, этого получается, да. Очень интересный был разговор. Как раз вот было вот примерно в это время, как раз в июле месяце. Вот, и она говорит, а я в Рясе ехал, в Рясе с крестом на груди, ну, так вот обычно путешествую тоже. И она мне говорит, а вот вы почитайте, вот, не, можно вопрос, как бы она поинтересовалась. Ну, я привык, что люди часто, если в Рясе, там, вопрос задают. Вот, и она говорит, а вот вы почитаете князя Владимира, а он же, говорит, на совести высоко, ну, душ закупленных как раз. Вот она задала вопрос такой, ребром как поставила. Вот, а я ее аж хорошо, эту женщину, признанием таким. А вы знаете, говорю, а я сам считаю, что Владимир был неправ, и что я лично не почитаю. Я раньше почитал, говорю, память его. Считал, что это святое, там, и он правильно поступал, раз церковь одобрил все это. Но теперь я считаю, что это неправильно совершенно, что это ересь, что нельзя во имя веры убивать людей. И, знаете, она была, конечно, удивлена, очень сильно удивлена. Она же видела, что я православный священнослужитель, говорю, да, но я реформатор, говорю, я считаю, что нужно пересмотреть, переписывать историю. И поэтому нужно переписывать религию, нужно переписывать историю, обязательно. Слушайте, потому что, чтобы снова не наломать троф. Потому что рано или поздно это все, знаете, в шилы в мешке не утаишь. Оно все равно где-то выйдет. И поэтому, чтобы, знаете, мне стыдно даже, вот сегодня смотрел, кстати, слушал для меня программу, эту радиовера есть такая православная программа, часто слушаю, но бывают хорошие вещи, а бывают такие, что просто, ну, стыдно даже слушать. Я выключил уже. Ну и пора было уже уезжать как раз. Значит, и там как раз говорил ведущий, что, значит, вот князь, память князя, Ольга князя, княгиня, вот стал о Владимире рассказывать как раз. Вот. И, знаете, и он, значит, с такими-такими возвышенными словами стал описывать Владимира, вот что чуть ли не вообще ангел воплотил. Вы знаете, мой дух просто возмутился внутри. Потому что нельзя называть эталоном святости политика, который запятнал себя вот такой бойней. Конечно, мы не можем сейчас сказать, сколько было там репрессировано душ. Вот. Некоторые пишут миллионы, некоторые пишут там сотни тысяч, десятки тысяч. Мы не знаем даже. Ну, потому что в то время вообще никакой статистики там не велось. Но даже если брать летописные данные, допустим, да, о крещении огнем и мечом, вот. И даже если взять археологические вот эти раскопки в Великом Новгороде, которые проходили еще в 70-е годы, об этом есть официальное издание, Советская Академия Наук СССР, издание есть, где описаны как раз в очень таких, ну, сухих таких терминах, но очень страшные факты описаны. Потому что нашли массовое пепелище, времен как раз крещения Руси, тысячелетней давности, пепелище новгородские, в городище, и нашли пепелище, знаете, на каждом пепелище нашли клады. Для археологов, конечно, это хорошая новость. На каждом пепелище есть, там, гривны были, там, были клады, были золото, серебро. Но для историков, если для археологов это хорошая новость, то для таких историков это плохая была новость. Значит, никто не вернулся на пепелище. Значит, никто не вернулся и клад не выкопал. Получается, все семейство погибло. И когда почитали примерно количество по этим пепелищам, в каждом пепелище, этом, исследованном, это большой дом. Там жил, как бы, клан определенный. То есть, там старшие мужчины, там, значит, там не одна семья, как сейчас, а жило сразу много семей. И у них был общий клад, получается. Значит, на этот клад никто не вернулся. И когда почитали примерно количество, то за голову схватились. В одном Новгороде это десятки тысяч людей погибших. И, знаете ли, все это на совести Владимира. Все это на его совести. И он стал палачом своего же народа. Но так вдумайтесь, что до сих пор, даже в наш век, уже просвещение, казалось бы, да, интернета, в конце концов. Свобода информации. Свобода информации, да. И делать из него культ святого, почитание, даже здесь, в Москве, допустим, да, взять. Памятники. Памятники, да. Люди к его иконам приходят, целуют. Это ужасно. Это все равно, что сейчас, допустим, там в Италии подряд Муссолини поставили, допустим, да, и вот целуйте его, пожалуйста. Или, допустим, там Гитлера, или Сталина, или кого-то еще там поставить. Вот Мао Цзэдуна, там, Хоша Мина, там, Чуша, сколько угодно. Сейчас из этих вот тиранов взять, их портреты поставить, и вот целуйте, поклоняйтесь им, пожалуйста, значит, ну, только это еще в худшей степени будет. Потому что, знаете ли, фашизм, коммунизм и прочие измы, ну, это как бы, это больше политические, как бы, знаете ли, такие течения, да. А здесь именно человек, религия, чем, наверное, ужасна, что вот самое святое, как бы... Духовность. Да, духовность, да, оно на этом нагадить. На самом чистом, на самом светлом таком чувстве человека. И вот то, что... Ну, это печально, конечно. И вот поэтому для меня непонятна, честно говоря, позиция тех священников, которые это все прекрасно понимают, и однако же остаются в этих системах. Я таких много знаю, даже здесь, в Москве. Даже в Москве знают таких священников, которые прекрасно знают то, о чем мы сейчас с вами вот говорим, допустим. А как они обосновывают свое поведение тогда? То есть вы с ними общаетесь, они принимают в эту позицию, что да, действительно... Они еще больше моего знают. А как они тогда? То есть это в угоду вот этой религии? Знаете ли, это... Своим целями, да? Какой-то гипноз какой-то, даже нельзя как назвать это. Ну, в чем-то я понимаю, конечно, их. Знаете, некоторые говорят так, не мы это придумали, и нам это поменять. Другой мне священник говорил, даже очень уважаемый священнослужитель сказал так, а знаете, знаешь, говорит, отец, говорит, ну, с волками жить по волчьей лить. Вот, значит, а другие мне говорили примерно так, что, значит, что, ну, кому ты что-то кажешь. Вот, ну, ты ушел с того прихода, значит, там, значит, да, значит, ну, как бы вышел. На то место поставили там другого священника. Вот, кому ты что-то кажешь, никому ничего не надо. Вот, даже такие уважаемые священники, как, допустим, вот, уже упомянутые сегодня мной Борисов, Чистяков, Початков, там, хорошие священники, ну, как бы я не хочу, я очень уважаю просто их, очень уважаю. Вот, и, ну, я не понимаю их, честно говоря. Вот, знаете ли, как, ну, про живых я не скажу, это они сами пусть скажут. А вот про умерших я скажу. Значит, Чистяков уже ушел в вечность уже, я уже не связан клятвами никакими, я уже могу рассказать о его истории. Вот, к отцу Георгия я приезжал, 85-й год уже был, как раз я в таких размышлениях таких, а, 95-96-й годы я приезжал, будучи священником к нему как раз, и делился своими переживаниями, что вот я, ну, в кризисе таком, мне трудно как священнику вот верить в то, что я должен верить. И знаете, он, и тогда в Москву как раз привозили мощи какого-то святого, и священникам первой чести, они должны были эти кости целовать. Я говорю, отец Георгий, а вот что, тоже целовали эти кости? Ну, а что поделать? Ну, я фигу в кармане сложил, говорит. Да, да. Целовал, но, говорит, фигу в кармане сложил, говорит. Все-таки. Ну, и смех, и грех. Но, говорю, знаете, ну, разве фигами это, ну, как бы, что-то изменится? Вот, как говорится, нифига себе. Вот это как раз вот так, ну, религиозная система, и смех, и грех. Вот, но на самом-то деле, никакими фигами совесть не очистишь. Вот, поэтому я отказываюсь понимать, честно говоря, позицию этих священников, потому что я принял решение однажды, в 96-м году я вышел из этой системы, и все, и с тем пора не возвращаюсь в эту систему, и живу с Богом, и иду своим путем. Вот, мой путь, истинные жизни, сам Иисус Христос, и все, и для меня ничего больше не надо. Я иду этим путем, и общаюсь с верующими очень разными. И, знаете, вот, интересно, говоря, вот из Библии цитату затронули, да, по поводу выражений, представляю живых, там много цитат, кстати, много цитат похожих есть. И в Ветхом Завете, в Новом Завете есть не цитаты такие, а вот, как бы, скажу, некоторые косвенные, что ли, тоже указания на подобные вещи. И я с этими вещами не согласен. Я не считаю, что вот эти цитаты, будем так говорить, отражают, ну, Бога вообще, истину. Нет, ни в коем разе. И очень хороший пример, я вам скажу, из жизни Иисуса Христа, очень хороший пример. Значит, когда, значит, они пришли в село Самарянское, ну, самаряне, это как вот, ну, не знаю, как для, как, допустим, для православного религиозного человека, допустим, ну, свидетелей Бога, там, или там, мормона, там, или там, не знаю, кто-то еще там, ну, это как сигнанты. Вот, и для иудеев самаряне были, ну, как бы, мерзостью, и не было общения между иудеями и самарянами. Вот, и знаете, значит, и вот в село Самарянское они зашли, хотели, значит, там переночимать, как бы, да, значит, ну, самаряне не общались, но за деньги, конечно же, принимали допутников. Ну, а эти были настолько радикальные, что они не захотели даже за деньги, не захотели принимать на свою территорию и прогнали их, видимо, в очень оскорбительной форме, потому что ученики так возмучились, написано, их вид был как путешествующих в Иерусалим, ну, там видно было сразу, что это евреи, что они идут в Иерусалим, короче, им отворот-поворот, их отогнали, и настолько сильно, вот, видимо, их религиозные чувства были задеты, иудейские, что они к Иисусу подошли и сказали, что мы можем сейчас помолиться, да, помолимся, чтобы огонь зашел, и это село сгорело, вообще, представляете, хатыни решили строить, вот тебе эсэсовцы, ученики, апостолы Иисуса Христа, представляете, вот тебе, значит, там, и, значит, там эсэс отдыхает с гестапо, там, значит, религиозные такие, фанатики такие, и вот, значит, и Иисус, Иисус остановил своих учеников этих, и он сказал, что сын словеческий пришел не губить, а спасать погибающие, вы не знаете, не знаете, какого вы духа, вообще, изобретил им это, вообще, я считаю, что это один из примеров, как раз вот, еще церкви не было, церковь еще, как бы, сама формировалась, еще только зачиналась, все, зарождалась, но даже в этот момент уже видно, что дух инквизиции уже проклевывался, уже пробивался, первый раз точки, как бы, вот этой заразы, духовной нечестии этого уже проклевывались, к сожалению, которые, как сейчас, знаете, вот сейчас вот настолько науку продинулась вперед, что даже диагностирование есть на ранних стадиях беременности, даже уже учебники по генеологии рассматривают, допустим, современные американские передовые учебники, рассматривают зародыш, как отдельного пациента, и, ну, уже не секрет, что делают и переливание крови, даже, значит, внутриутробно, все, значит, там, да, человек, операции, да, но если раньше это было только лишь на последних неделях, то сейчас настолько продвинулось, что диагностика и даже ранние вмешательства на первой, в первой половине беременности даже, это настолько удивительно, вот, и, знаете, вот, скажу так, что если брать, вот, Евангелие, да, Новый Завет, Библию, да, не как просто даже вероучительную книгу, как историческую еще книгу, то видно, что дух инквизиции уже в той форме еще, еще внутриутробно, как бы, церковь развивалась, еще она только вот зачиналась и развивалась только еще, первые свои вот эти развития делала, и вот тогда уже проклевывался дух инквизиции, и потом много других примеров есть тоже, вот, недостойных примеров, вот, это о чем говорит, сегодня вот многие православные, там, католики, протестанты делают, допустим, там, христиане, вот, даже из апостолов, учеников, учеников Иисуса Христа, такой, там, кумир, вот, такие святые, такие святые, это обычные люди, которые тоже ошибались и ошибаются, там, и делали неправильные вещи, вот, я считаю, для того, чтобы нам сегодня, сегодняшним верующим, просто было, ну, вдомек, что на самом-то деле истина, она не в этом мире, она не здешняя, вот, и любовь, она имеет, знаете ли, вечное, ну, вечное рождение свое, вечное свое происхождение, вот, а здесь на земле мы можем лишь ее отражать на вечности, вот, и все-таки будущее церкви и православные, и вообще всего христианства, и вообще разных религий, вот, если вот перечислено, там, названо, пять тысяч, да, допустим, ну, сколько их там не было бы, это отражать вечность, отражать любовь, конечно, все отражает, и даже вот черное тоже отражает, да, и белое отражает, там, все отражает, но черное плохо отражает, поэтому оно и черное, как бы, да, видится, ну, вот тоже самое и разные религии, кто-то слабо отражает, кто-то сильно отражает, вот, но Но наша задача быть чистым, таким зеркалом, отражающим эту личность, это любовь божественная. Вот, и моя мечта в этом как раз заключается. Хорошо, вот скажите, как Вы считаете, почему религия крайне негативно относится к колдовству? В том числе, это написано и на Вашем сайте. Да. Вот, например, Алена Полынь очень часто сталкивается с такой ситуацией, когда религиозные люди крайне негативно, крайне отрицательно и враждебно настроены против нее только потому, что она называет себя ведьмой. Вот, что для Вас слово ведьма и как Вы относитесь к Алену Полынь? Вы знаете, может мне тоже надо в чем-то покаяться сейчас, потому что, наверное, делаю еще, вот я говорю, паромы не эти термины используем, потому что даже собрать ведьма, да, само слово пугающе, честно говоря, вот. То разночит ведающая мать. А вот если вот так подходить, ведающая, да, то я, получается, ведьма или как-то ведущая. Ведуна. Ведуна, ведуна, вот, ведуна. Интересно, договорились, что ведун, это, бортёшка ведун. Вот. Но, если вот так подходить, именно как ведань, да? Да. Потому что обычно, вот, знаете, вот такой окрас слова ведьма, там, допустим, или ведун, то это, значит, делающее зло, несущее зло, разрушение. И такое есть, как бы, облише определенное. Есть такое... Которое навязало религия. Навязало, ну, по сути, да, религия. Потому что до того, как пришла религия на Русь, да. Имена язычества, ведун, почитались, это были уважаемые женщины. Ну, а потом стали их сжигать на кострах. Вот. И у нас здесь, там, и в той же Москве, здесь же, там, и в Пскове, псковские летописи эти пишут, допустим, новгородские, там, сжигали. Вот. Но западная инквизиция, она хотя бы вела учет какой-то. У нас учета не велось, фактически. Очень редко даже в летописях обозначались. Имена вообще не писалось никогда. Вот. За редким исключением. Мы буквально недавно брали интервью на эту тему. Да. И люди вообще не верят в то, что на Руси была инквизиция. Ммм. Да. Это что-то неправда, да, есть. Да вы что. Я с этим тоже сталкивался не раз. Даже среди священнослужителей. Не всех, конечно, но есть даже священнослужители, которых, в разговоре с которыми я вот тоже об инквизиции заикался и как бы вдруг слышу от священников, что у нас же не было, вот это на Западе там было. Говорю, да вы что, стоп, стоп. Побойтесь Бога, господа. У нас как раз на Востоке, как раз не на Западе, а на Востоке она зарождалась, собственно, да. Вот. И больше всего просуществовала. Вот. И, допустим, вот пример такой об истории инквизиции, да, самая продолжительная инквизиция по времени и кровопролитная считалась испанская. Вот. Она раньше всех началась и позже закончилась. 500 лет инквизиции в Испании. В других странах Западной Европы она была на протяжении 400-300 лет, допустим, даже 100 лет меньше. А в Испании 500 лет инквизиции было. За 500 лет инквизиции судебных процессов с смертельным приговором и приведенным в исполнение было 32, с чем-то почти 33 тысячи приговоров. За 500 лет инквизиции в Испании. В православном мире святая, как святая, феодора, императрица византийская, это получается, как у нас, 842-843 год. За один год свыше 100 тысячи казней по религиозным мотивам именно. Свыше 100 тысяч казней. Испанская за 500 лет, ну, 33 примерно, это грубо. Там у них вплоть до одного человека. Примерно столько же в Испании было приговоров, что не смертельных, а осуждали на каторжные работы всякие и прочее, прочее, прочее. А здесь приговоров именно смертных и притом вынесенных и приведенных в исполнение свыше 100 тысяч казней. Это за один год. И притом до сих пор она, феодора, это императрица византийская, 9-го столетия, она до сих пор в святцах, православных святцах, как святая официальность. Если, допустим, католическая церковь, она хотя бы каялась при Иване 21-м, при Иване Павле II, при нынешнем даже Папе, каялась в инквизиции, то у нас на Востоке православном к сожалению, до сих пор не было покаяния, до сих пор не было. Знаете, это очень печально. А взять старобрядцев, я здесь в Москве общался со старобрядцами на Рогожке, в Рогожевском кладбище, там, значит, красавец храм, я застал в живых еще тогда архиепископа Олимпия Гусева, очень был хороший человек, интересный человек, религиозный, но верный человек, именно верующий все-таки, у него приоритет был веры, не религии, слава Богу, баланс такой нашел, тоже и в старобрядчестве нашел такой баланс человек, я верю, что независимо от религиозной системы можно найти баланс, правильно, вот, это здесь и здесь, очень важно, в сердце и в разуме, вот, значит, и, как Августин говорил, блаженный, в пятом веке еще, главным должно быть единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь, и вот, и разговаривая со старобрядческими священнослужителями тогда, в 91-м, 92-м годах, знаете, что я, значит, какие страшные цифры там оглашались по поводу инквизиции, в отношении к старобрядцам, то есть таким же православным, но старых обрядов, традиции, считается свыше 100 тысяч тоже казней, но больше миллиона подвергшихся репрессиям, то есть это отрубание рук, ног, и отрезание языков, значит, и другим видом казней, свыше миллиона, только вдуматься, но это, правда, на протяжении, вот, начиная от, вот, тешайший у нас, Алексей Михайлович, царь Алексей Михайлович, потом его сын Петр I, Петр Алексеевич, и другие правители, до Николая I включительно, императора Всероссийского Николая I, который в XIX веке, в общем-то, последние массовые...